Пасху в Русском театре отметили грандиозным мероприятием. В праздничном концерте приняли участие хоры, певцы, актеры, оперы и балет. В самом начале первый заместитель председателя Народного собрания Дагестана Юрий Левицкий зачитал приветственный адрес от имени главы республики. Рамазан Абулатипов поздравил всех христиан Дагестана с Пасхой. Русская православная церковь принимает самое непосредственное участие в общественно-политической и культурной жизни Дагестана. Благородная деятельность православных священников и церковных служителей направлена на поддержание гражданского мира и согласия, нравственное возрождение общества, воспитание взаимного уважения и укрепление братских отношений между народами. Особое значение это имеет для нашей многонациональной и многоконфессиональной республики, где на протяжении веков люди разных вероисповеданий жили в дружбе и добрососедстве, сохраняя свои национальные обычаи и духовные идеалы. Уверен, что подлинные цельности христианства, справедливость, добро, милосердие, забота о ближнем будут способствовать сохранению дружбы и взаимопонимания, духовному обновлению и поступательному развитию Республики Дагестан. Пусть эти весенние пасхальные дни дарят всем верующим радость, надежду, настраивают на добрые дела и поступки. Примите искреннее пожелание крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. О том, как прошла неофициальная часть мероприятия в материале наших корреспондентов. Пасха – традиционный христианский праздник. Разнится он у католиков или православных в один-два дня, но всегда высчитывается с помощью лунного или солнечного календарей и, как правило, выпадает на солнечный апрель. По преданию, это день воскресения Христова. Праздник важный для каждого глубоко верующего человека. В этот день этнические христиане, в Дагестане это русские, пекут куличи, красят яйцо, ходят в церковь, дарят соседям и друзьям сладости. Вот уже два года, как праздник Пасхи отмечается на уровне регионального мероприятия в Дагестане. По этому поводу организовали концерт с выступлением как самого хора Махачкалинской церкви, так и приглашенных артистов театра и балета и оперных певцов. Вот эти мероприятия пополняют и являются частью этих общих мероприятий по празднованию года культуры в Российской Федерации. Люди не только участвовали в этом, ощущали праздничность, ощущали свое участие в тех издревле идущих праздниках, направленных на духовное, на расстрельное воспитание населения, особенно молодежи, детей. Весь концерт посвящен религиозной тематике. Вот танец девушки в обличии ангела под музыку Ава Мария, воплощение чистоты, невинности и совершенства. У нас нету наши праздники, есть общие праздники. И все мы, проживающие в одном доме, соответственно, должны вместе и праздновать события, которые очень важны для всех нас. Поэтому Пасха Господня в республике, где в основном население исповедует ислам, мы видим, что к нам относятся по-братски, мы видим, что с нами вместе люди празднуют праздник. А это означает, что у нас одна семья. А это очень важно для нашей России и для Дагестана. Дагестан – многоконфессиональная республика. Это требует терпимости, уважения и полного взаимопонимания друг от друга. Именно поэтому очень важно, чтобы любой религиозный праздник отмечался на должном уровне и принимался другими народами. Регина Гаджибалаева, Ибрагим Магомедов, Расул Дибиров, Юсуп Газиамаров. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова